Норвегия скорбит по жертвам двойного теракта, унёсшего жизни по меньшей мере 92 человек. 24 июля кронпринц Хокон с супругой посетил поминальную службу в церкви Нордерхофф. На церемонии присутствовал и министр иностранных дел Норвегии. В кафедральном соборе Восла также прошла траурная служба. На неё прибыли король Норвегии и премьер-министр страны. Напомним, что в минувшую пятницу возле правительственного здания Восла прогремел мощный взрыв. Семь человек погибло. Вскоре на острове Утея, примерно в 40 километрах от норвежской столицы, разыгралась ещё более ужасающая трагедия. Мужчина, переодетый в полицейскую форму, проник в молодёжный лагерь правящей трудовой партией Норвегии и начал расстреливать всех, кто попадался на пути. Полиции потребовался час, чтобы остановить это массовое убийство. Стрелявший сдался правоохранительным органам. Им оказался 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик, придерживающийся праворадикальных взглядов. Ему предъявлены обвинения в причастности к взрыву Восла и в стрельбе на острове. Теперь полицейские стараются выяснить, был ли у террориста сообщник. Такого потрясения обычно мирная скандинавская страна не испытывала со времён Второй мировой войны.